Здравствуйте! В Институте медико-биологических проблем решили повторить миссию БИОН, на этот раз в лабораторных условиях. В наземный полет, который продлится до конца августа, отправились мыши и ящерицы. Как оказалось, во время реальной экспедиции на орбиту, эти представители фауны были самыми выносливыми. Сегодня ученые хотят выяснить, что еще, кроме невесомости, влияет на жизнедеятельность земных организмов. Впереди нас ожидает контрольный эксперимент, в котором будут имитироваться условия полета. Тогда, собственно говоря, уже будут полноценные результаты, но уже можно говорить о нескольких очень важных результатах, которые уже сегодня выявились. Они, правда, требуют уточнения, более глубокого исследования, анализа. Кандидаты в отряд космонавтов приступили к специальной водолазной подготовке. Обучение проходит в гидробассейне ЦПК на 10-метровой глубине. Финальный этап такой подготовки – работа в скафандре «Орлан» в условиях нулевой плавучести. Вдох, выдох. Еще более глубокий вдох. Кандидат в космонавты Анна Кикина к погружению готовится основательно. Словно растягивает легкие, чтобы набрать как можно больше кислорода. Хороший вдох и нырок – залог успеха в этом задании, а значит пропуск на дальнейшую космическую подготовку. Анна погружается на 10 метров без акваланга. На дне бассейна ее уже ждет инструктор и спасительный глоток воздуха. Буду показывать. Спускаемся вниз, находимся на нейтральной плавучести, поднимаемся наверх. Вы знаки дублируете, показываете вниз. Идет экзамен по водолазной подготовке. Его сдают кандидаты в космонавты открытого набора 2012 года. ОКП – общекосмическая подготовка в звездном городке для всех наборов одинакова. Сейчас ее проходят 8 новобранцев звездного отряда. Они, как здесь говорят, миновали экватор, прошли половину срока подготовки. Впереди до гордого звания космонавт еще один год. После каждого этапа сталкиваешься с новыми какими-то трудностями, с новым этапом обучения. Он нисколько не проще, он интереснее. И предыдущие тоже были очень интересные. Все впереди. Они кардинально изменили свою жизнь, намеренно выбрав ее сложнейший путь. Где каждый день новые знания и умения, каждый день своеобразный экзамен на прочность. Такова судьба тех, кто выбрал космическую дорогу – учиться всегда. Результатом сегодняшнего занятия вам поставят оценку за практическую подготовку. Всем все понятно? По-моему, все все знают. Принцип понятия. Все вперед. Гидролаборатория – центр подготовки космонавтов. Бассейн 10 метров глубиной. Объем воды 5000 кубических метров. Это 5 миллионов литров воды. Идеальное место на Земле, чтобы готовиться к выходу в открытый космос. На самом деле здесь много интересных моментов. Во-первых, это совершенно новое ощущение. Новая моторика, новый способ двигаться в незнакомой среде, в гидросреде. Ощущения очень близкие к невесомости. У каждого космонавта – личный инструктор, опытный водолаз, который подготовил уже ни одного специалиста для работы за пределами станции. Через такую водолазную подготовку проходят все претенденты на полет. Это словно первый шаг в безопорное пространство. Весь успех кроется в том, что внимательный инструктор, он смотрит на обучаемого, и согласно тому, что он видит от него, дает ему постепенно нагрузку. И поэтому дается все. То есть, может быть, ты левой рукой возьмешься за пост оператора? Для Игната Игнатова этот бассейн, можно сказать, дом родной. Восемь лет он проработал здесь водолазом. Вот он на видеозаписи трехлетней давности готовит к работе в скафандрах космонавтов Антона Шкаплерова и Анатолия Иванишина. Тогда Игнат был инструктором по внекорабельной деятельности. Самый мой первый экипаж был, мне достался, на котором я набирался опыт. Это был Маленченко и Пеги Юбиченко. Очень интересно было с ними работать. И потом постепенно экипажи различные. Геннадий Вадович падал. То есть, мне везло. То есть, там еще неизвестно, кто кого учил. После училища летчик Игнатов по распределению попал в Центр подготовки космонавтов. Как оказалось, это была судьба, давшая ему, мечтавшему о небе, шанс взлететь еще выше. Сегодня он сам в группе будущих космонавтов. К его подводному стажу, почти 600 часов непростой работы, теперь прибавляются часы, которые приближают его к мечте. Как шутит Игнат, мечтает из глубокоуважаемого переквалифицироваться высокоуважаемого. Победа в космосе куется здесь, в гидролаборатории. Среда водная и среда космическая – две стихии, такие разные и такие схожие. Здесь, в бассейне, под толщей воды точная копия сегментов МКС. Для этих кандидатов первый проплыв, как пролет по орбитальному дому. Именно создать невидимость, а именно обстановку невесомости, даже те предметы, с которыми они должны работать, они тоже обезвешиваются и практически в нулевой плавучести. То есть они там движутся под водой практически так же, как и с невесомостью. Отработка нештатных ситуаций, возможных на орбите, слажена с действием в агрессивной безвоздушной среде. Здесь учатся все делать без суеты, чтобы выработалось чувство спокойствия, так необходимое при стрессе для принятия правильного решения. Когда в запасе ограниченное количество воздуха, лишь то, что в твоих легких, все идет строго по секундам. Вода никогда не была дружелюбна к человеку. Если человек малейшую допускает оплошность или ошибку, она накажет сразу же, как любая среда, которой мы не свойственны нам. Потому что каждая оплошность, она всегда дорого обходится. Думаю, там в космосе это то же самое. Под водой, как под увеличительным стеклом, видно все, как ведет себя человек, каков его характер, на что он способен. Здесь, в гидролаборатории, уже можно отметить, у кого проявляются первые черты лидера, будущего командира, а из кого выйдет отличный бортинженер. Тут командный дух не так проявляется, как в стажем выживании. Но тоже важно, тоже можно легко отличить каждого по стилю работы и привыкать к нему постепенно. До финала дойдут не все. Увы, это правда космической жизни. От того и старается каждый кандидат. Когда на кон поставлена мечта, работают, отдавая все силы. И при этом, как большая дружная команда. Сейчас они не конкуренты, а условный экипаж будущего, который поднимается вверх по лестнице космических знаний. Это ступенька обязательно в космос. Почему? Потому что это ступенька к тренировкам в скафандре. А в скафандре там уже будет максимально приближено к выходу в открытый космос, к деятельности ВКД. До реального полета этому набору предстоит длинный и зачастую тернистый путь. А сегодня все понимают, чтобы высоко взлететь, надо поглубже нырнуть. Космос покаляется настойчивым и смелым. 70 лет назад, в августе 43-го, завершилась битва на Курской дуге. Советские войска освободили Орел и Белгород. В Москве прогремел первый салют победы. Сегодня на Международной космической станции трудится орловчанин, внук фронтовика, космонавт Александр Мисуркин. С орбиты Земли он поздравил своих земляков со славной победной датой. Для меня большая честь в день 70-летия освобождения города Орла от немецких фашистских захватчиков выразить слова благодарности нашим дорогим ветеранам за их подвиг, за то, что подарили нам возможность жить и отрудиться в свободной стране. На сегодня все. Это была программа «Космонавтика» и Анна Ведищева. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин